950 квадратных метров истории и мистики. Те, кто проникали в еще затопленный бункер, когда здесь не было света, утверждали, здесь обитают призраки. Вы знаете, я сам в мистику не верю, но пока работал здесь, велись работы, несколько раз были случаи лично со мной, о чем могу сам сказать, что слышал голоса непонятные, когда просил отозваться и даже проверял, кто находится, никого не было. В советское время здесь располагались пункт генштаба и пункты управления противовоздушной обороной. После 90-х годов бункер был заброшен, разграблен и затоплен. Сегодня это подземный музей. С помощью насосной станции была откачана вода, вывезли 30 камазов мусора, проведено освещение. Лето бункер простоял без воды и сейчас мы видим, насколько он просох и стал уже более приемлем для прохождения экскурсий и других посещений. Это дизельный генератор-стальниц. Он был сердцем этого бункера, но от него осталось совсем немного, так как большую часть вандалы разграбили на металлолом. Узкие коридоры, отсыревшие стены. Глубина бункера достигает до 30 метров. По прямому значению так и не использовался. На протяжении двух месяцев активисты сдали более 200 экспонатов и 500 книг, а также виниловые пластинки. И я думаю, что здесь появится обязательно новая традиция, новая самарская куйбышевская традиция. Это по вечерам прослушивание наших пластинок, грампластинок на патефоне 37-го года. И сегодня мы вам представим в бункере, в бункере Жукова, мы представим первое прослушивание пластинки Самара, городок, естественно, нашей территории. Ближайшая экскурсия планируется в 20-х числах октября. У каждого индивидуально будет каска и фонарик. На случай затопления будут выдаваться сапоги. Даниил Лучко, Сергей Баскин. События.